Легион здесь, дорогие друзья, всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Мезом Печка. Прошу прощения, что вчера не было ролика, вчера же да, но если у вас, даже не так, если ролик выходит ночью, то вчера, а если он выходит утром, то позавчера. Все дело в том, что я поехал за новым телефоном, и собственно новый телефон я купил. Это Honor 20 Pro, теперь я могу спокойно все записывать, не боюсь, что у меня кончится память, потому что здесь целых 256 гигабайт, ну и также могу не париться по поводу мощности, так что если кто-то вдруг до сих пор ждет Dead Cells, то можете радоваться, скоро времени он вновь будет выходить. Но, несмотря на это, у меня есть одна неприятная новость. Объясняю, в чем причина. Наверное, если кто-то прислушивается сейчас к звукам игры, то их как бы нет. А знаете почему? Потому что если я записываю через внутреннюю запись этого нового телефона, то звук просто ломается. Причем ломаются очень так неприятные, и просто слушать фоновые звуки будет невозможно, и соответственно смотреть ролик тоже будет просто невозможно. Поэтому пока это дело как бы не исправится, звуков игры именно в печке у меня, к сожалению, на роликах не будет. Это скорее всего именно из-за игры, а не из-за моего телефона, потому что в других играх, я чисто вот ради интереса потестил, все как бы нормально. Именно в печке только эти проблемы. И даже когда я пробовал скачивать прям приложение, чтобы записывать только внутренний звук, они говорили, что якобы эта игра что-то им там запрещает записывать внутренний звук, из-за этого как бы его и нет. Поэтому после ролика я буду писать, пробовать разработчикам и, ну, надеяться, что это хоть как-то повлияет, как-то поможет. Но если нет, то придется удовольствоваться только игрой, только вот так, да. По-другому никак. Ну и ладно, давайте закончим о плохом и перейдем, собственно, к хорошим. Я решил, так, секунду, мне тут провода мешают. Я решил, что делать по одному эпизоду на ролик это слишком так маловато. Поэтому я буду делать два эпизода на ролик, но и, соответственно, время выхода роликов будет куда дольше. Если бы я делал только один эпизод, то это было бы один ролик раз в три дня. А так будет один ролик раз в шесть дней, но зато два эпизода. Я думаю, так куда лучше и куда более проще будет ждать и вообще смотреть ролик. Потому что он быстро не закончится и как минимум минут двадцать игры тут по-любому будет. Поэтому я считаю, что это более такой лучший вариант и поэтому мы будем проходить по два эпизода за ролик. И значит, как это будет выходить? Ну, как это будет выходить? Выходить будет раз в шесть дней ролики. Все, я, короче, начал в словах путаться. Потому что я мысли не сформировал. Я прямо на эмоциях сейчас это все говорю, что проблема со звуком. Это прямо... Всем на самом деле-то интересно. Вот, прям очень неприятная новость, но ничего не поделаешь. Ладно, давайте переходим к игре. У нас все еще идет, скажем так, глава. Ну и даже не глава, а сюжетная линия профессионального предателя. Это уже четвертая часть. Погнали. Да-да-да, давай. Здравствуйте. Меня кто-нибудь спрашивал? Нет, никто. И хватит шуметь по ночам. Тягать тяжести можно и в другое время суток. На вас жалуются. Больше не буду. Извините. А, только по этому поводу бабка приходила. Отлично. Вроде бы все в порядке. А я думал, что-то прямо такое произошло. Ну, Петр, в принципе, тоже так думал. Но, как оказалось, нет. И че, ты встал? Вскоре я попрощаюсь с этим местом. Очень скоро. Это что? Это все, что от тебя осталось, отец. Эх. Три года назад я думал, что мы, наконец, встретимся. Из-за тебя, отец, я поменял корейскую фамилию на Белова. Жаль, что ада не существует. Тебе там самое место. Ладно, пора на покой. Не хорошо получится, если я опоздаю на Лизаветину свадьбу. Единственный друг, как-никак. Серьезно? А Ася? Она разве тебе не друг? Или, типа, дружественные отношения, это не значит, что вы друзья. Мертвые являются ко мне в кошмарах. С каждым разом их все больше. Нужно вырваться отсюда как можно скорее. Да, мертвые его, так скажем, мучают во сне своими осуждениями. Он что, сидел и уснул? Или что? Почему он сидит? Или он раньше сидел или стоял? Я, честно говоря, не помню уже. Так, Левсон, Тучин, Тучун Ким. Так, эти осуждения мы читать не будем, просто идем дальше. К слову говоря, здесь тоже рекламка. Я сейчас попробую ее посмотреть, потому что, ну, это как бы тоже монетки. Которая будет ускорять выход ролика. Поэтому, если рекламка здесь работает, то я, как бы, поставлю на паузу или просто вырежу. И мы с вами уже продолжим проходить. Итак, у вас прошла секунда, а у меня прошло целых 30. Рекламка здесь была, к сожалению, только одна. И поэтому получил только две монетки. Но, скажем так, может быть, на один день я выход ускорил. Как минимум один день. Не уверен, серьезно. Поэтому будем смотреть. Но я уже сказал, в случае чего, это 6 дней до выхода следующего ролика по печке. Как минимум. Сопротивлению не хватает поддержки. Ой, опять пальцами показывает, а. Мне некуда бежать. Ну, смотрите, какой-то раз он прям не страдает. Он, скажем так, взял всю свою силу в кулак. И, как бы, все. И упал с кровати. Взял всю силу в кулак и упал с кровати. Черт. Нужно поспешить, а не то опоздаю на свадьбу. А, уже следующий день? Я думал, ты ночью упал. Вот, центр Владивостока. А что, вот так вот прям пойдешь? А как-нибудь красиво одеться не хочешь? Не, ну это, конечно, дело твое. Но идешь все-таки на свадьбу, как ты сказал, единственного друга. Можно было бы и красиво одеться как-нибудь, нет? Ну, ладно. Так, вот Ася, вот Лизавета. А она такая высокая. Хм. Так, а вот, кстати, наш... А вот, кстати, наш шпион, который следил за нами. Так, я хотел спросить, кто это, но мне кажется, я знаю, кто это. Что-то она не спешит. Скорее всего, это как раз-таки тот любовник ее. Из Санкт-Петербурга. Вполне может быть. Но, опять-таки, напомню, этот человек следил за нами. Так, обладательница мелодичного сопрано. И у нас вот новый факт про Лизавету. И, к слову говоря, эпизод закончился. И начинается следующий. Все еще профессиональный предатель. Начинаем. Привет, Петя. Давно не виделись. Ты что, заболел? Так, пустяки. Нехороший сон приснился. Смотрю, на тебя тоже лица нет. Так, извините за резку такую. Вставочку. Мне нужно было пойти открыть дверь. И из-за того, что я уходил. Открывай дверь. У меня экран заблокировался. И запись прервалась. Ой, надеюсь, файл и ничего там не сломается. Но если вдруг сломается, то это будет обидно. Ну, ладно. Одну фразу мы, к сожалению, пропустили из-за этого. Но, я думаю, ничего страшного. Мне теперь никогда не стать врачом. О жизни в столице и большой... О жизни в столице и большой чистой любви также могу забыть. Лизавета. Когда уезжала, не особо задумывалась. Только в поезде посреди Сибири меня ударила. Подумалась, что на моем месте ты бы сбежал. Я? Да. Ты никогда не шел ни у кого на поводу? Так, они, видимо, знакомы давно. До последнего думала, не сбежать ли. Но было поздно. На вокзале во Владивостоке уже встречали родители. Так, у нас опять, кстати, выбор. Что теперь о таком думать? Промолчать? Тебя же могут услышать. Что скажет муж? Так, давайте лучше промолчим. Оп, уважение. Долгая дружба с Лизаветой научила меня, что в подобных ситуациях лучше промолчать. Сложившись в ситуации, нельзя менять ни Лизу, ни её родителей. Ещё чуть-чуть, и я бы получила диплом врача. Дай хоть душу отвести. Кстати, у меня теперь новая фамилия. Рю. Рю. Это же вроде один из тех, кого мы должны убить, нет? Если я не ошибаюсь. Помнишь наши школьные годы? К чему это ты? Я бы предпочёл о школе не вспоминать. Ты как-то назвал Россию чузон... Чузон, да. Чузон чужими родинами. А мне вот хочется, чтобы это праздничество стало чужой свадьбой. Так, опять у нас выбор. Я буду о тебе молиться, не стоит об этом думать. Ты всегда можешь на меня положить, Лизавета. Так, а мне хочется, чтобы это праздничество стало чужой свадьбой. Блин, я даже не знаю, что здесь ответить. Типа, я буду о тебе молиться. А зачем, казалось бы? Так, не стоит об этом думать. Ну, как об этом не думать-то? Это как бы в любом случае уже не прокатит. Ты всегда можешь положиться на меня, Лизавета. А в каком плане на тебя положиться? Ну, давайте возьмем этот вариант, ладно. Знаешь что, Петя? Я вчера всю ночь проплакала от отвращения. А под утро поклялась. Больше никогда не пророню и слезинки. Мы... Мы, да. Вы с Аси уже, кажется, знакомы? Как ты узнал, что мы с ней дружили? Перечисляли как-то всех местных знакомых, и всплыло твое имя. Лизавет с корейскими корнями, университетским образованием, да в очках не так уж много. Ты такая тут одна. И вправду. Надо бы всем... Вот звуков игры нет, теперь будет прям хорошо слышно и понятно, сколько я плохо читаю. Ну, не плохо читаю, а запинаюсь. Читаю, это может быть нормально. Надо бы все вместе встретиться. Когда? Хороший вопрос, когда? Ой, меня зовут. Ну, пока. Это Рю, что ли? Нет, это не Рю. Тот человек не может оторвать от Лизаветы взгляда. Похоже, это и есть ее любимый. При других обстоятельствах Лизавета окончила бы обучение и вышла замуж за него. На глаза показался, можно и идти. Остались трое. Нихи хочет поскорее забраться с Асей. Однако так просто к ней не подобраться. Так. Много новой инфы. С детства считают, что у него нет родины. Но это мы еще в прошлом ролике поняли. Бросила университет свободно владеть русскими и корейскими языками. Так. Родилась семья коммерсанта. Блестяще окончила школу. Лизавета и Петр подружились еще в школе. Угу. Хорошо. Так. Русские имена. Новое тут что-то есть. Дети берут фамилию отца, а девушка, выйдя замуж, берет фамилию мужа. Еще, что ли, Лизавета? Да, нет. А можно с ним поговорить, кстати? А он где? Куда делся Павел? Не знаю, куда делся Павел. Блин, а... А почему с ним поговорить нельзя? Ну-ка. Я люблю больше кошек, чем собак. Так. Приемное консульство. А, это к ней хейте понадобится, что ли? Опять? А зачем? Оттягивать все же не стоит. Так будет лучше для самой Аси. Передать бы эту работу российской полиции или кому-нибудь другому... Сам я... Сам ты определенно не справишься. Опять разговор без слов, да? Неплохое начало. Тебе пальцы в рот не клади. Надеюсь, Корнева уже взята в оборот. Несколько дней назад ее банда совершила нападение на японский банк, так что церемониться с ней не стоит. Да, все готово. Задачка не из простых. Только тебе удалось... Только тебе удалось тереться к ней в доверие. Остальные уже покойники. Чем ты ее умаслил? После вступления в организацию завоевать ее расположение было нетрудно. Это сейчас его предыстория будет, да? Три месяца назад. Переулок в Владивостоке. Да. Это предыстория. Если них я не соврал, то они скоро объявятся. Ой, какой злой, а! Так, знакомые лица. Красный волк, вот он. Петр Сергеевич. Верно. Вот ты и попался. Тут, если что, опять играет страшная музыка. Предатели, изменник родины. Враг России и провокатор. Неужто конец? Что-то здесь не так. Охранное отделение так не работает. Кажется, мне уж... Кажется, мне решили устроить проверку. Я? Враг России? Ты работаешь в охранке, выполняешь любую грязную работу и называешь врагом меня? Хм. Ну, подловил. Смотри-ка. Решено. А чё решено? Ты прошёл последнюю проверку. Командир тобой интересовалась. Командир? Та активистка из столицы? Следуй за мной. Ну, такая очень хитрая проверка, к слову-то говоря. А, профессиональные предатели уже следующая миссия идёт. Ну, блин, а? Там он просто чё-то был, поэтому я хочу быстренько так пробежаться, посмотреть. Ну, блин, опять, как всегда, на самом интересном месте. Как они, собственно, познакомились? Ну, ладно. Видимо, мы это узнаем уже в следующем ролике. Я буду надеяться, что до следующего ролика выйдет какой-нибудь патч и починит мне запись. Ну, возможно, не только мне, а и всем остальным тоже. Ну, а пока, если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все читаю. Ну, и также добавляйте комментарии в ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Я добавляю абсолютно всех и на моей стенке вы сможете всегда узнавать, что вышел новый ролик и узнавать, когда будет проходить ближайший стрим. Ну, и не забывайте подписываться на лайв-канал, где выходят все повторы стримов и когда-нибудь будут выходить всякие офф-топы, которые на канале выходить никогда не будут. А на этом всё. Здесь был Легион. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok